Сколько маек, сколько призов надо собрать за это лето? Есть ли такая задача? Да нет, просто будем играть, наслаждаться. Все, наслаждались? Ну, не совсем было сложно. Последние две игры оказались сложными. Противниками оказались наши девочки. С ними тоже было и трудно играть, но мы одержали победу. А еще жарко было очень. Ну, достаточно жарко, но на том корте, я думаю, жарче, потому что там более солнечно, а мы все игры проиграли на этом корте, где синек. Я желаю удачи, хорошей игры. Егор, скажи честно, готовился сегодня играть в зале, наверное, так же, как и все? Да, готовился в зале. Когда узнал, что играть на улице – это хорошая новость? Да, в зале, в зале, в зале, в зале, в зале, в зале. Сегодня соперник серьезный был у вас? Да, в зигеем, в битвинге. Последние две игры сложные были. Ну, ты там лучшим был, по-моему? Ну, команда больше, мы под меня играли. Получалось, мешать больше, успевать больше. Мателись, впервые тебя признали MVP. Какое классное признание. Счастлива? Очень. Заслужила? Как помочь? Да. Что было на площадке особенного в твоем исполнении сегодня? У меня хорошо полетели трехочковые. И это помогло вам победить и в финале в том числе? Да. У вашей команды первая такая большая победа? Да. Какие планы на лето? Работаться, стать еще лучше. Смотри, ну вы, по-моему, такую маленькую сенсацию сделали, да? Ну, есть такое, да. Фаворит кто был сегодня? Ну, DC, по факту, они в Самаре выиграли. Ну, мы их сместили. Ну, команду DC, наверное, никто не знает лучше, чем вы. Ну, естественно, наши шестокомандники, наши друзья. Какие у них слабые места? Что скаутинг показал? Ну, мы все перед матчем когда-нибудь в полуфинале играли. Мы поняли, что они не выходят на бросок на трехочковый и воспользовались этим. И что-то полетело у кого-то еще, по-моему, тоже неплохо. Ну, да, у меня, у Добрыни полетело. Особенно больше у меня такие фантастические броски были. Мы знали, что суперфинал без вас не обойдется, но еще есть победы. Это здорово вообще. Спасибо. Да, мы очень счастливы. Вообще бесконечные, безмерные. Вообще, готовые ездить и ездить. С тобой подключайся, по-моему. Всем своим баскетболингам, всем. Потому что, Сергей Ильич, третий тур летнего этапа, только третий. Ну, как будто уже столько эмоций и просто море. Поделитесь с нами. Ну, во-первых, здорово, что уже четвертый год лига-губернатор набирает свои обороты. И это уже четвертое лето в Тольятти. И видно, что количество команд растет. Очень много команд, которые постоянно участвуют, на постоянной основе. Ну, и приятно, что появляются новые команды. Я также хочу сказать, что очень приятно, что наш губернатор, военноисполняющий обязанности, Федерич Вячеслав Андреевич, ему очень важно развитие именно детско-юнерского сегмента баскетбола в нашей области. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И настоящим чемпионом ничего не мешает. Ну, хотелось бы так, конечно, считать, но подустали, конечно, подустали. Парни молодые, подходят все больше. То есть возраст поджимает, поджимает. Все более молодые парни приходят. Приходят, казалось бы, вот только бегали маленькие, а уже с нас ростом, носятся, сверху забивают. Молодцы парни. Забивают чемпионам в области действующим, между прочим. Да, вообще шокировали. Какие планы на ли губернатор на это лето? О, хотелось бы как бы можно больше посетить площадок. Вот, хотели заявиться на 20 число, но просто банально не успели. В 12.03 уже все, места нету. А так как у нас все и рейтинг никакой, потому что это только первое, соответственно, мы отлетели, не попали. Но ждите, будем приезжать. Субтитры сделал DimaTorzok